Вот вам 6 тысяч, а там уж как хотите. Можете там на курях ехать, как хотите в общем. Вот так нам сказали. Вот так в один момент аэрофлот из разряда любимых авиакомпаний превратился в то, на борт которой Елизавета ступать больше не готова. Накануне девушка узнала, что национальный перевозчик в одностороннем порядке передал ее рейс из Красноярска в Сочи своей дочке авиакомпании «Россия». В колл-центре авиакомпании с пассажиркой церемониться не стали. Либо летите на новых условиях, либо забирайте 6 тысяч возврата. За билеты еще в декабре Елизавета отдала в три раза больше – 18 тысяч. При этом о смене перевозчика узнала практически случайно. Они ничего не сообщили, даже не было никакой информационной смски или еще чего-то. Так получилось, что женщина, с которой мы летим, она просто вдруг залезла в билеты напомнить себе, на какую дату и в какое время. И скидывает мне сообщение. Я смотрю, что у нас рейсы-то разные абсолютно. Я говорю, Наташа, а мы что, с тобой разными рейсами летим? Я давай смотреть, проверять. И вот так вот мы обнаружили, что нас пересадили, даже не оповестили. Мы бы узнали об этом, скорее всего, когда бы приехали в аэропорт. Просто перед фактом бы нас поставили и все. Для Елизаветы вопрос смены авиакомпании принципиальный. Говорит, платила она за аэрофлот. А это, по мнению девушки, не только громкое имя, но и самолеты получше, и обслуживание классом повыше. Однако о качестве обслуживания в главной авиакомпании страны многие теперь тоже готовы поспорить. Один из пассажиров рассказал, что в последний момент в рейсе аэрофлота Красноярск-Якутск появилась пересадка. А общая продолжительность перелета таким образом увеличилась в шесть раз. Я потерял практически двое суток своего отпуска, так сказать, да, здесь в Якуске. Ну и вместо трех с половиной часов полета я затратил вот сюда 22 часа времени. То есть я прилетел в Москву и порядка восьми с половиной часов находился в Москве, в аэрлорзале. Ну, короче, я очень устал. Вчера приехал, никакой. Обратно домой Николай тоже полетит уже не аэрофлотом, а Россией. Говорит, благо хоть с пересадкой в Благовещенске. О том, что аэрофлот с 6 июня передает большинство собственных рейсов из Красноярска дочки перевозчику России, стало известно 2 июня. Об этом рассказал гендиректор аэропорта Красноярск Андрей Мецлер. Предполагалось, что смена воздушных судов на суперджеты и Боинги в экономичной комплектации даст красноярцам больше возможностей купить дешевые билеты. Что делать тем, кто готов доплатить, лишь бы не лететь России, впору бы пояснить аэрофлоту. Однако ни на наши звонки, ни на официальный запрос в компании сегодня никто не ответил. В свою очередь юристы отмечают, российское законодательство дает авиаперевозчикам обширное поле для маневра. Гражданское законодательство позволяет перевозчикам, то есть авиакомпаниям, по своему выбору передавать права перевозки другим авиакомпаниям. В судебной практике такие примеры были, пассажиры пытались признать либо нарушающим права потребителей фактическую перевозку другим, другой авиакомпании. Однако законодательно это нарушение не влечет за собой каких-то санкций для авиакомпании. 1 июня исполнился ровно год с открытия регионального хаба аэрофлота в Красноярске. Тогда на открытии много говорили о перспективах для красноярцев. Прямые перелеты, доступные билеты, международные рейсы. Примечательно, что теперь, год спустя, судя по расписанию рейсов, собственные рейсы из Красноярска аэрофлот сохранил только в столицу. Что касается остальных, Россия к вашим услугам. Светлана Чернушевич, Сергей Токарев, Новости ТВК.